В семье Ивановых, проживающих в 4-м доме семейного типа, подготовка к Дню Знаний началась с первых дней лета. И это неудивительно, ведь пойти в школу собирались почти все юные жильцы. Накануне 1 сентября на пороге уже обжитого дома семья вместе встречала гостей, которых здесь знают, ждут и любят. На этот раз представители областного военкомата в рамках уже традиционной акции «Соберем детей в школу» заглянули к воспитанникам Виталия и Ларисы, чтобы поздравить с Днем Знаний, удивить и подарить улыбки маленьким брещанам. Мы своим коллективом военного комиссариата традиционно к этому дню решили оказать небольшую помощь вам в подготовке к новому учебному году, чтобы вам было комфортно себя чувствовать среди ваших сверстников, коллективе, чтобы вашим родителям было немножко проще. Сегодня в семье Ивановых проживает 8 деток, и собрать каждого к школе, чтобы и форма подходила по размеру, и рюкзак нравился, было достаточно сложно. Потому на помощь пришли люди в погонах, которые подготовили не только необходимые школьные подарки, такие как рюкзаки и канцелярские принадлежности, но и сладости для радости. Сложновато собрать ребенка в школу, особенно учитывая то, что сейчас мы за, конечно, школьную форму, то, что сейчас есть ряд ограничений, например, по цвету, поэтому немножко трудновато. Но еще в связи с тем, что у нас меняются дети, вот буквально позавчера, то есть пару дней назад, к нам прибыла новая девочка. Мы гордимся, что у нас есть, как я говорила, такая спина, плечо, опорок, это наш военный комиссариат, да. Мы знаем, что в любой ситуации они нас поймут. Мы можем к ним обратиться за любой помощью. Они нас поддерживают не только на праздники, да, как вот многие думают, что может только на праздники. Нет, они нас поддерживают по жизни. Кому-то из деток встречают таких гостей не впервые, для кого-то это по-настоящему долгожданное событие. Например, для 11-летней Леры, которая в доме семейного типа появилась недавно, приход таких гостей завораживает. Ведь людей в форме, с которыми можно побеседовать и задать любые вопросы, девочка встречается впервые. Сюда приехали военнослужащие, и я их впервые увидела в этом доме. И мне очень понравилось, что они нам помогают, именно нашей семье больше всех. Они нам дарят подарки и помогают нам в семье. А Мелисса и Антон признаются, они рады не столько подаркам, сколько самим военным. Очень любят их форму и считают, что служба в армии – это престижно. Мы очень редко видим военных, и это особенный день, когда они приходят к нам и поздравляют нас. И также мы можем с Олегом Анатольевичем поговорить на разные темы. Сегодня они пришли, подарили нам канцелярию, портфели, школьную одежду. Нам тоже очень все понравилось. Большое им спасибо за это. Класс идут в девятый и переживают за экзамены. Посещать дома семейного типа для сотрудников военного комиссариата – уже традиция, которая из года в год радует не один десяток детей. Почти всех воспитанников знают лично. С новыми приезжают знакомиться и общаться. Мы взаимодействуем именно с этой семьей. У нас давние дружеские отношения и с отцом, и с мамой. И на самом деле я считаю это подвиг. Подвиг. Мало того, что двое своих детей, еще воспитывать шесть чужих. Мы уже давным-давно личным составом военного комиссариата приняли решение взаимодействовать и с домом семейного типа, и еще мы тесно взаимодействуем с Брестским приютом. Дети, я считаю, они должны быть обижены и забыты. Раз. Во-вторых, это же наше будущее. Наше будущее – это те люди, которые уже завтра станут у руля государства. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктовая.